Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Валекса, и сегодняшний наш разговор вот о чём. Путешествуя сегодня по своим личным делам из Ростова-Великого в Углич, я не просто обнаружила некоторую связь между некоторыми сооружениями, я их начала считать и решила их изучить, прочитать надписи вместе с вами. О чём речь? Речь о могильных крестах, которые стоят на дороге. На данном участке протяжённостью 100 километров я их насчитала около 7. Я решила на обратном пути подойти к каждому, проверить его при помощи маятника на принадлежность к культу крестьянской религии, и прочитать надпись. Выводы будем делать потом. Итак, отъехав от Углича 7 километров, я увидела следующее. Вот стоит вот такой вот огромный крест, вид могильного. Сейчас мы подойдём ближе и прочитаем надпись. Я помню, когда этот крест устанавливался, он стоит здесь уже около 10 лет. То есть выводы делайте сами. Тут у него якобы цветы, якобы приносят поклонники. Ну, прикинемся тоже. Видите, написано вообще какая-то похвала. На непонятном мне языке, может, кто знает, пусть напишет в комментариях, что это за язык. Может быть, он косит под наш древнеславянский. Что-то божий, что-то царь. Что-то, в общем, тут про царя, да? И ника, да? Победа, да? Вот тут в центре кружок. Ещё наверху вообще непонятный знак. Вот именно здесь. Вот этот вот. Вот именно этот. Что он из себя представляет? Самый верхний под углом. Мне тоже непонятно. Ну, вот здесь царь, ника, слава царю. Какого царя славят, непонятно. И всё. Для меня все слова какие-то непонятные. Особенно вот эти вот четыре буквы. Крест сушительный. Метров, я не знаю, пять. Сейчас я подойду к нему и сделаю диагностику при помощи маятника. Вот маятник успокоился, создаём вопрос. Является ли данное сооружение атрибутом христианской религии? Является ли данное сооружение атрибутом христианской религии? И видим чётко, что маятик крутится против часовой стрелки. Что ещё хочу сказать? Тут с обратной стороны, оказывается, тоже есть надпись. И тоже на непонятном мне языке. Если я буду отступать назад, я могу упасть в канаву. Вообще тут Николая, моли Бога за нас. Ну, по всей видимости, славят царя Николая, который должен молить за нас Бога. Причём тут царь Николай, хотя других царей было много. Значит, нам какой-то царю готовен ещё один, что ли, под именем Николая. Вообще непонятно. Под Ризой, значит, тоже тут какие-то знаки. Единственное, что плохо, они просматриваются. Знаки явно не христианской направленности. Явно не христианской направленности. Вот такое огромное сооружение. В общем, мы с вами выяснили. Я буду ехать и снимать, мои дорогие, потому что в целях экономии своего и вашего времени. Итак, возле первого креста, который находится не на охране города, а в 7 километрах от города, на У-образном перекрёстке. Перекрёсток. Что у нас происходит на перекрёстках? Как вы думаете? Перекрёстки, я вам скажу, для тех, кто не знает, это место силы для обрядов, ритуалов, магической направленности. Равно как светлой со знаком плюс, так и тёмной со знаком минус. Надписи я, если они написаны на древнеславянском, мне, что я могу предположить, да, мне не удалось прочитать, потому что я не владею в этой теме, я здесь не в теме, но что-то там про то, что царь Николай должен молить кого-то, Бога, по всей видимости, за то, чтобы наши грехи кому-то отпускались. Зачем писать на непонятном языке, на непонятном кресте, непонятную длинную депешу с обратной стороны? Вы видели, какая там большая надпись? Далее, работа Маятника показала, что данный крест не является атрибутом и не принадлежит к христианскому, религиозному эгрегору, да, к христианской вере. Я вот хочу задать вопрос. Крест находится не на территории города Углич, и я хочу задать вопрос местным властям. А знают ли они о том, что такой крест находится у них возле города? Дело в том, что если не в городе, кто-то мог приехать поставить, и как бы все думали друг на друга, что кто-то приехал поставить тому, кому нужно, да? И никто не задавался вопросом. Уважаемые жители Углич и окрестных деревень, вы изъявляли свое желание, чтобы у вас на У-образном перекрестке стоял вот такой вот крест с такими вот надписьми? Я думаю, не найдется ни одного жителя, сейчас шумная машинка обгонит меня, ни одного жителя, который бы выступал за то, чтобы у него где-то вдалеке от дома стоял вот такой вот крестяра огромной мощи, метров. Ну, я не знаю, у меня тяжело с этим... Как его называть? С измерением на расстоянии. Ну, от 7 до 10 метров где-то приблизительно высота. Он реально большой, даже может быть и плюс. Даже может быть 13 метров. Кстати, очень похоже на то, что он 13 метров. Едем дальше, оставайтесь, будет интересно. Буквально через 13 километров, опять-таки повторяю, на трассе Углич-Ростов-Великий, очередной У-образный перекресток. Сейчас я выйду. Именно У-образный перекресток. И снова стоит крест. Немножко поменьше. Да не немножко, а привычно. Прилично. Ну, здесь вот уже у нас икона. И написано «Спаси и сохрани». По-русски понятно, доступно, но крест-то могильный. Крест-то могильный. Попробуем обойти его с обратной стороны. Может, тут есть какая информация. Ну, тут информации нет никакой. Единственное, что надо сделать, диагностику при помощи маятника. Может быть, раз здесь написано «Спаси и сохрани», его делали другие люди. Для других целей узнаем. Спрашиваем маятник, принадлежит ли данное сооружение к христианской вере? Принадлежит ли данное сооружение к христианской вере? Принадлежит ли данное сооружение к христианской вере? Маятник замыкался и чётко начал говорить «нет». Чётко начал говорить «нет». Вы, конечно, можете сказать, скептики могут сказать, что якобы я сама дернула, якобы у меня дрогнула рука, или якобы я сама подстраиваю какие-то значения маятника. Но, друзья мои, дело-то в том, что место-то креста не меняется. Дернулась, не дернулась у меня рука. Я не буду показывать, стоит моя машина. Креста стоит на У-образном перекрестке. Я проехала буквально несколько Т-образных перекрестков и не было ни на одном креста. Следующий крест, я, конечно, думаю, будет не на расстоянии 13 километров, но я на всякий случай все-таки замечу километраж. И мы с вами поедем так же, по этой же трассе, продолжаем двигаться из Углича в Ростов и считать могильные кресты. Ваше мнение, друзья, что они из себя представляют? Мое мнение, как эзотерика, конечно, это кресты обрядовые. Кресты обрядовые, и так как они расположены только на У-образных перекрестках, мы с вами, я не полетюсь, еще и заедем в Ростов, я и там покажу, что с одной стороны есть У-образный перекресток и стоит крест, а с другой стороны нет У-образного перекрестка, и там крест не стоит. То есть напрашивается вывод, если у власти так заботятся о сохранности жизни на данном участке дороги, допустим. Да, мы сейчас с вами едем по участку протяженностью 100 километров всего, и участок этот не востребован, он не имеет великой ценности для вообще населения страны. Этот участок между Ростовом и Угличем, местного сообщения, здесь ходят местные автобусы, потому что между Угличем и Ростовом нет железнодорожного транспорта, есть только, ходят автобусы и маршрутки. Так зачем такое количество крестов стоит на такой захолустной дороженьке? Вот вам не приходит в голову, наверняка таких дороженек очень много, я хочу сказать. Ну, не только в моей Ярославской области. Я просто решила снимать видео, поскольку по стойку я сейчас еду, да, еду. Ехала в Угличем, еду обратно, и, соответственно, вот меня эта тема очень волнует. Почему ставятся кресты помимо нашего желания, которые обозначают зону смерти? Эти кресты, если вы внимательно изучите, кладбище, может быть, по фото из интернета, кладбище, которое постарше, постарее, так скажем, нежели современное кладбище, вы видите, что раньше на кладбище именно такой конфигурации, именно такой комплектации ставились кресты. Это кресты могильные, понимаете? То есть, даже посмотрите те, кто принадлежит сейчас, смотрят меня, те люди, которые принадлежат христианской вере, посмотрите на свой крест у себя на груди. Там есть вот такой вот дом? Нет. Делайте выводы. Вот мы добрались еще до одного креста. На улице пошел дождь. Но этот крест вообще очень старый. Здесь нет ни одной надписи. И я отсюда уже вижу, что там прикреплена икона. Но, тем не менее, да, структура, конфигурация, сооружение не меняется. Да, и если я подойду к нему с тем же вопросом, то всего, скорее, маятник ответит то же самое. Просто там болотина, и, честно говоря, мне лезть туда неохота. Вот вам опять перекресток. Мы на У-образном перекрестке. И вот дальше туда уходит дорога. То есть, вот сейчас покажу. Дальше туда уходит дорога. То есть, мы с вами, вот, У-образный перекресток. То есть, мы с вами находимся на У-образном. И вот, друзья, вы опять видите У-образный перекресток. И здесь сейчас мы с вами опять найдем крест. Я немножко свернула. Трасса Р-153, по-моему, она называется. Сейчас вот здесь где-то он прячется. Но я точно знаю, что он здесь и есть. Вот он. Вот еще один крест на У-образном перекрестке. Опять с иконой. Опять с крышей. Но сограничивающий поток, так скажем, энергетический. Стоит на Р-4. Это у нас с вами уже четвертый крест. Едем дальше. Мы приехали с вами уже на пути у нас в Борисоглеб. Поселок Борисоглебский. Ярославской области. Да, он по пути. И вот вы знаете, вот про этот крест я хочу сказать, что здесь, хоть он и так же внешне выглядит, такая же у него архитектура. Сейчас я подойду и поработаю с ним маятником. Он стоит, единственный крест, который мне попался, который стоит не на У-образном перекрестке. Он стоит просто у дороги. Он стоит просто у дороги. То есть вот я к нему подхожу. Он тоже здесь давно стоит. А то же здесь имеется какая-то надпись, да, на... Вот вам не видно. Но нету тех символов, которые на том первом были. Но опять какие-то буквосочетания. Ну, давайте проработаем. Здесь. Имеет ли данное сооружение какое-либо отношение к христианской религии? Имеет ли данное сооружение какое-либо отношение к христианской религии? Имеет ли данное сооружение какое-либо отношение к христианской религии? Нет, друзья? По-прежнему майкер крутится против часовой стрелки. Вот разгоняется. Повествую нам, что нет, не имеет данный крест отношения к христианству. За то, что нас ждет на выезде, я держу интригу. И вот на выезде из Бориса Глеба идентичный, но на У-образном перекрестке крест абсолютно такой же с надписью. То есть я делаю предположение, что тот крест был просто по человеческому фактору установлен не в том месте, потому что здесь тот же самый У-образный перекресток. Едем дальше. Буквально через пару километров очередной крест, это уже седьмой, поправьте меня, если я ошибаюсь, и очередной У-образный перекресток. Это уже за Бориса Глебом второй, через два километра. Этот более свежий, чем тот. Сейчас идем к нему, почитаем надпись. Поработая маятником, если мне удастся, если тут нету болотины. Царь-славь, царь-славь написано. Царь-славы, славы-царюхы. Вот тут христианские знаки наверху. Звезда восьмиконечная. Да, как интересно. Вот. Пойду я, друзья, сейчас спущусь и продолжу снимать. Что с обратной стороны, посмотрим и поработаем маятником. С обратной стороны надписей нет. Ну, как видите, опять архитектура креста такая же, как и у всех. Также на возвышенности, также на перекрестке, также на... Непонятно где, от чего кого защищает, и защищает ли, и зачем это нужно. Задаем вопрос. Сейчас маятник установится. Сейчас я его прижму. Является ли данное сооружение атрибутом христианской веры? Является ли данное сооружение атрибутом христианской веры? Ну, идентичный ответ. Разгоняется быстро маятник. То есть тут обмана вообще быть никакого не может. Кто работал с маятниками, тот прекрасно поймет, о чем я говорю. Итак, друзья, это у нас уже седьмой крест, да? И опять, только один из них был установлен на протяжении 80 километров, потому что я еще до Ростова не доехала, не на перекрестке. Я так думаю, что это была ошибка тех, кто устанавливал. Ну, уважаемые жители Бориса Глеба, скажите, пожалуйста, вы изъявляли желание, чтобы тут стоял у вас вот такой вот крест? Чтобы были вложены в него бабки? Что он вообще здесь делает? Для чего он? Теперь я хочу спросить администрацию поселка Бориса Глебский Ярославской области. Уважаемые представители администрации, а вы знаете, что у вас три креста могильного возле вашего любимого родного поселка? И если знаете, объясните, пожалуйста, откуда взялись средства на столь серьезное сооружение? И для чего поставлены эти кресты? Может быть, их хотели поставить жители? Может быть, они на это собирали деньги? Может быть, они подавали в администрацию просьбу письменную о том, что они желают, чтобы на их охране стояли подобные сооружения? Я на 100% уверена, что никаких заявлений от граждан по поводу сооружения таких вот подобных могильных крестов не поступало. А раз не поступало, это, друзья мои, идет навязывание, прессинг какого-либо определенного культа, ритуала, либо какой-либо вообще внедрения, какой-либо энергии, мы с вами делаем выводы о том, что практически все кресты, и все 7 крестов на расстоянии 80 километров, на отрезке, вернее, 80 километров, все стоят приблизительно на одинаковом расстоянии, все выглядят приблизительно одинаково, все имеют одинаковую архитектуру, все выполнены из цельного массива дерева, и стоят очень долго, я думаю. Я вот хочу спросить, на установку такого креста, это же не просто прутик стоит, где там кошку и собачку закопали, это серьезное архитектурное решение, с каким-то умыслом, с каким, хочу спросить, и кто подписывал эти документы, и подписывал ли вообще кто-либо эти документы, может быть, реально произошло так, что просто крест появился, да, а кто его поставил, неизвестно, но сносить-то грех никому не придет в голову сносить вот эту вот всю, извините меня за выражение, крестню. Друзья, я не поленилась, и проезжая дальше, проехав от Бориса Глеба, я пришла на первое попавшее сокладбище, которое было возле дороги, и вот вам, пожалуйста. Я захожу с самого края, с самого угла. Вот первый крест. Ничего вам не напоминает? А вот это стела на въезде в город Ростов, Ярославской области, тот самый Ростов-Великой. Стела, возле которой так любят фотографироваться наши гости-туристы. Но здесь также стоит могильный крест на таком же, друзья, на таком же У-образном перекрестке. Я не поленилась, я проехала к началу города, потому что у меня буквально тут полтора километра проехать было. Не буду выходить из машины, потому что тут ров, мне, в принципе, добраться... Ну, хотя можно дойти, нет, не пойду. Потому что уже все мы с вами проверили, но ничего здесь Америку не откроем. Крест стоит давно, также входила где-то восьмидесяти лет. Восьми-десяти лет. Я помню, когда устанавливали эти кресты, была очень сильно поражена в свое время. Зачем такие вложения? Зачем это делают? Ну, вот хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, что я хочу сказать, друзья. Мы посмотрели с вами несколько крестов, провели непосредственно диагностику. И к чему мы пришли? К тому, что кресты поставлены по системе, по определенной системе. Кресты поставлены, например, в одно и то же время. Это где-то в районе десяти лет назад. Я помню, как их монтировали, как их устанавливали. Но тогда я не практиковала, не была эзотериком и не придавала этому значения. Такую информативную нагрузку программ на себе несут эти кресты, которые, как вы видели, сравнимы с крестами на кладбище. То есть, отбирать жизненную силу у людей, ограничивать место людей, жизненное пространство людей, указывать на то, что здесь является, находится могильная земля. То есть, на нас уже изначально, на всех, кто ездит мимо. Так, уже поставлен крест, получается. Эти крестов, я бы не сказала, что их много в населенных пунктах, которые находятся на больших трассах. Почему? Потому что, ну, видимо, знающие, сведущие люди. Либо они стоят, но очень маленькие. Вот обратили внимание, какой в Углеческом районе стоял, просто огромный, да, где-то в районе 13 метров высотой, и какой там R-107, 153, по-моему, или 154, дорога, да, совершенно незначимая. И здесь на М-8 какой маленький крестик. Что-таки, сука, стоял на М-8 возле Ростова, да, и стоит сейчас на езде и на выезде. Тоже наводит на мысль, да, почему где-то в глубине, в тиши, где его не увидит никто, этот крест на мощный, огромный. То есть, на всеми, на якобы древнеславянской кириллице, возможно, я не разбираюсь, возможно, похоже, но мне показалось, что нет. Мне показалось, что нет, в общем, дело. Я не знаток, конечно, древнеславянской кириллицы, но, имея представление, небольшое представление, я не нашла сходства, в общем, дела между теми знаками, и забывать, что там кресты все-таки, которые большие были, они были сношены какими-то знаками нехристианского значения. И что еще мне хочется добавить, друзья, вам по этой теме? Во-первых, во-первых, мой совет вам, как от эзотерика, не останавливаться возле таких крестов, пытаться их миновать как можно быстрее, да, ничего там не делать, и самое главное, ничего там не брать, не подбирать, ну, по всей вероятности, эти кресты, они уже отыграли свою роль, они уже сделали, выполнили какую-то программу и просто остались, потому что, как бы, перед людьми неудобно, да, держать кресты, а потом их снимать, да, по большому счету, или кто будет снимать, якобы это было богохудрство. Сделать, скорее, они выполнили свою ритуальную какую-то программу и остались, ну, либо выполняют ее в течение времени какого-то определенного, пока их не девать, зарантируют, ну, а кто может зарантировать, да, либо такие, как я, либо просто какие-то неосведопленные, которые захотят что-то с этим сделать, да, что я хочу сказать вам, не останавливайтесь, это позицион номер 1, не фотографируйтесь возле таких крестов, позицион номер, вернее, даже поменять местами позицион номер 1, 1 не фотографируйтесь возле таких крестов. Нет положительной энергетики возле них, это кресты манильные, это кресты на уничтожение, это кресты поставленные темные, уже, значит, начали заранее подготовиться к тем событиям, которые мы имеем в реальности, в данном моменте. то есть это все звенья одной цепи, я вам хочу сказать, то, что когда поставлены эти кресты, и то, что мы сейчас имеем, то, что это происходит. Также я хочу обратиться к моим подписчикам с просьбой рассказать, у вас имеются подобные кресты, может быть, это только на моей земле, может быть, это только в моей любимой Ярославской области установлена такая крестня. Я думаю, что нет, конечно же, конечно же, она есть как минимум на всей европейской территории, и смотря каналы путешественников, они просто мелькают в кадре, просто глаз мой цепляет, люди не кричат на это внимание, но они есть, они есть, они жрут нашу энергетику, они являются крестом на нашей жизни. Зачем их так много? Зачем они нужны? Ну, верит человек, да, пожалуйста, носишь ты крест, ходишь ты в церковь, зачем? У нас же вообще-то признана многоверие, да, каждый имеет право верить в то, что он хочет, каждый имеет право иметь своего Бога, которого он считает для себя важным, либо несколько Богов, да, либо мировоззрение, язычное, например, как у меня. Зачем навязывать вот это вот крестню вот эту вот на дорогах везде и всюду? То есть, вы видели, на протяжении 100 километров 7 крестов. Ну, ребята, это перебор, это с этим надо что-то делать. Ваше мнение в комментариях обсудим.